Вместе с главой муниципалитета Дмитрием Абареновым на встрече присутствовали депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и председатель Совета Депутатов Станислав Радченко. Глава округа рассказал, что из пожеланий местных жителей уже удалось учесть в проекте трассы Солнцево-Бутово-Видное. Мы уменьшили ее благодаря и поддержке губернатора шести полос до четырех полос в районе жилой застройки. Но тем не менее жители просили проработать дополнительно эту историю, чтобы минимизировать, вообще исключить какой-то дискомфорт. До сих пор вокруг строительства трассы бушуют страсти. По поводу ее проекта в органы власти поступило сотни предложений от жителей. Обращаясь к собравшимся, председатель Совета Депутатов округа Станислав Радченко сказал слова благодарности тем, кто проявляет активную позицию. Я хочу поблагодарить и тех, кто сегодня здесь находится, и кого нет, кто не смог поприсутствовать, людей, которые очень грамотно и конструктивно, на мой взгляд, подошли к обсуждению этого проекта. Больше всего споров вызывал отрезок трассы в районе шестого микрорайона. Там будущая дорога будет проходить очень близко к жилым домам. На встрече Дмитрий Абаренов озвучил, что решение проблемы найдено. Кондиционер вложит дополнительно более 5 миллиардов рублей. Появится туннель. Уже этот проект зашел в экспертизу. В районе улицы Фокина будет туннель, который полностью исключит какой-либо дискомфорт для жилых домов, которые находятся в непосредственной близости от трассы в этой части. В ходе обсуждения проекта строительства трассы было проведено немало собраний, где присутствовали и жители, и представители застройщика, и руководство муниципалитета. Именно благодаря этому и нашли решение, которое должно устроить всех. Можно поздравить всех нас общими усилиями, сумели найти решение, которое, по крайней мере, дает возможность говорить, что у нас есть диалог власти и людей. Все это время мы не афишировали, но, тем не менее, работали. Еженедельные совещания в правительстве, на которые подключился очень активно Вячеслав Александрович Петисов ездил, Владимир Петрович Жук. Я им очень благодарен. Наш совет депутатов буквально в ежедневном режиме эти вопросы поднимал. Глава муниципалитета отметил, что работа над проектом продолжается. Также важным вопросом, который требует внимания местных жителей, является заполнение поверхности будущего тоннеля. Здесь предварительное проектное решение. Возможно, это будет парковка, возможно, это какие-то объекты для жителей, которые устроят. Но здесь будет решение непосредственно жителей, совместное с консессионером. Муниципальные и областные власти и дальше будут информировать общественность о работе над проектом будущей дороги.